Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 27 июля. Первый раз на столе были скороспелки, которые, я говорила, завалят вас урожаем бедрами. Вторая перемена стола были солнечные томаты, которые очень сладкие. Манго, манго джанго, джало санта. И вот сейчас у меня снова сменился стол. И теперь на столе, сейчас мы будем смотреть сорт Летуаль 377. Потом 300, ну не помню какой номер, сейчас посмотрю, Золотое сердце Америки. Потом 344 интуитивная прозорливость и 396 кумата. Короче, на смену солнечным томатам, там уже стоят в очереди черненькие, чернокожие. Постараюсь рассказать про кумата и вот у меня тут есть еще гаргамель осталась. Тут на очереди лежит мечта Алисы, начала спеть, которая рядом была с сержантом Пеппером. Все, начинаю я с сорта 377 Этуаль. Сорт Этуаль у меня впервые в этом году. Вот этот загадочный томат, он когда уже начал формировать плоды, я поняла, что вырастет что-то необычное и действительно... Вот я сейчас разрезала томат Этуаль. Его, конечно, нельзя назвать таким, вот, как бы вам показать, вот как этот, например, задница обезьян. Его нельзя называть слишком несистым таким, но это совсем-совсем другой томат. Они небольшого веса, вот указывается 100-200 грамм, но они ценятся именно вот такой формы. Пишут, где-то сильно ребристый бочонок, где-то их сравнивают с перцами, как бы перцевидные, вот какие-то гагашар они. Ну, короче, очень необычный и очень урожайный. Посмотрите, вот как он выглядит в теплице, прям гроздьями висит. Конечно, этот сорт для меня новинка, я его сама выписала на сайте. И тут про происхождение, какая-то с ним путаница указана везде по-разному. И где-то пишут, что он выведен в Швейцарии, на других сайтах написано, что он в конце 90-х был в Казахстане. Как начал свой путь, потом перебрался в США. И вот теперь он уже считается у нас редким коллекционным, потому что в магазине я его не видела. И на сайтах он продается по дорогой цене. Но его оценят, скорее всего, ценители, ой, любители необычных вот таких томатов. Как бы, все равно, это экзотика. Ясно, что для того, чтобы просто покушать, можно взять вот такой просто сердцевидный. А эти вот они и украшения теплицы, когда вот висят гроздьями такими, непонятно вот что. И пишут, что их можно фаршировать. Очень красивые вот эти срезы, которыми украшают блюда. Еще указывается, что у него очень большая урожайность. До 20 килограммов с квадратного метра. Я не знаю, не проверяла. Первый год выращиваю. Вообще, если про, ну как, про свойства томата рассказать, то это индотерминатный. У меня вырос варочный в моей теплице, в простой, до самого потолка. Такие, как нормальные. И, конечно, он требует формирования. Потому что, если его запустить, не будет уже вот таких вот. Они, скорее всего, будут еще мельче. Ну, еще про них я читала, что их можно срывать зелеными. Что они отлично, ну как, ну не совсем зелеными, недозрелыми. Что они отлично дозревают при комнатной температуре. Ну и вот среди преимуществ, конечно, это их красота, их необычность. Но тут нельзя забывать и про хорошую урожайность. Это тоже достоинство. И они не требовательные. Они очень, ну такие, обычные. Ничего сложного с ним нет. Сейчас я попробую на вкус. Я думаю, что вкусом они не поразят. Они нигде не написано, что они сильно сладкие такие. Сильно такие, как бы. Мякоть плотная. Сейчас разломлю еще один. Мякоть плотная такая. Не как я вот про оранжевые говорю иногда, что прям тает во рту. Вот даже для сравнения вот дам. Посмотрите вам, вот здесь вот оранжевая зебра. Я уже по внешнему виду вижу, что она намного сладче и вкуснее. Потому что, смотрите, мякоть аж прозрачная такая вся. Мне кажется, ее положишь прям на язык, нюбом придавишь, и она как тает во рту. А это совсем другой. Но такие вот томаты с плотной шкуркой и с плотной самой вот этой вот консистенции, вот этого вот места своего, они, скорее всего, предназначены для другого. Вот действительно, для хранения. Хорошо, наверное, хранятся. Еще раз повторю, написано, что их можно фаршировать. Форму держат хорошо. А вообще, конечно, разломила плоды. Видите, они из-за того, что гофра, вот эта гофрированная, они там вот там, где эти. Но это обычно в таких томатах, когда форма не такая, не сплошная. Видите, у них там пазухи, вот эти пазухи сухие. Вот, наверное, для фаршировки вообще идеально. Сейчас попробую разрезать так, как бы, если бы я фаршировала. Вообще, этот томат, так как у меня впервые, я еще тоже никакого определенного мнения о нем не составила. Но вижу, что плотненький. И, как бы, если бы, например, был выбор порезать салат, из каких? Из него, или вот из того, у которого сплошное тельце, без всяких вот этих складок, морщинок. Конечно, я выбрала бы сплошное тельце. О, но зато для фарширования, смотрите, как хорошо вынимается. Вот она, кастрюлька, маленькая корзинка. Вот туда, пожалуйста, набиваем фарш, мясо с рисом, с зеленью. Сверху немного сыра и в духовку. 10-15 минут. Прекрасные фаршированные помидоры томатные. Ой, ароматные. И вот эта вот плотность как раз в таких случаях пригодится. Вот видите, какие разные томаты. Какой-то для того, чтобы положить его в рот, и он растаял там сразу. А какой-то пригодится для того, что его засунешь даже в духовку, и он там не растает. Он вот так и будет стоять. А сверху вот такая будет горка вкуснятины. Все. Вот это номер 377. Этуаль. Распластала я всю этуаль. Сейчас собирать надо лохмоти. Дальше будет еще один необычный сорт. 396. Кумату. Это темноплодный, известный во всех европейских странах сорт, который у нас тоже считается редким. Все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова